Боже, храни страну, дай сись, восхоти за нас. Добрый день! Сегодня тема программы «Монашество и современность». Мы возвращаемся к разговору о монашестве, и сегодня у нас в гостях руководитель издательского совета Донского монастыря, Игумен Никон Головко. Благословите, Иванович. Господь благословит. Добрый день. Добрый день. Отец Никон, начало возрождения монастырской жизни в современной России принято считать 1988 год. Это год празднования тысячелетия крещения Руси. Это был переломный момент церкви для монашества. Как вы оцениваете это событие? Ну, знаете, конечно, на волне тех событий в церковь и, конечно, в монастыри пришло очень много людей. Новых, свежих, глубоко верующих людей, которых привела любовь Божия. И многие из них теперь действительно являются нашими светочами. Многие стали Игуменами монастырей, настоятелями, настоятельницами. Многие стали прекрасными монахами. Ну, даже те, наверное, кто не смог остаться в монастырях, они получили все-таки прекрасный заряд благодати и, в общем-то, ориентиры в этой жизни. Вот, поэтому, конечно, для русского монашества, для монашества российского это была волна обновления. Вот, и хорошо, что в то время еще сохранялись старики, монахи-старики, которые смогли передать, в общем-то, традицию. Вот, и эта традиция распространилась, в общем-то, по всей России. Монастыри умножались, восстанавливались, новые монастыри открывались, образовывались. Вот, и, конечно, для нашего общества вот такой вот расцвет монастырского монашества, именно, так сказать, общежительного монашества – это большое благо. Потому что общество всегда ориентируется на монахов. Знаете, есть такая поговорка, что для монахов свет для монахов – ангелы, а свет для мирян, собственно, монахи. Вот, поэтому, конечно, когда в обществе существует монашество, это говорит о том, что общество здоровое. – Отец Никон, к слову о традициях. Вот, насколько я знаю, до петровских времен была традиция избрания игумена монастыря из среды братьев, а потом это все поменялось. Вот, на ваш взгляд, есть ли разница самого способа, механизма избрания в монастыре того, кто будет фактически руководителем? – Ну, на мой взгляд, конечно, есть, и вообще мне как-то очень импонируют наши древние традиции православные. Я считаю, что, собственно, развитие православия – это возвращение к традиции, как раз-таки. Вот, если помните, еще в царской России существовало общество любителей церковной традиции. Мне кажется, это замечательное такое очень учреждение. Дай Бог, чтобы и сегодня было такое же. – Конечно, есть огромная разница, потому что раньше, действительно, до Петровских перемен, его реформ, игуменов в монастыре избирал само братья из своей среды. Вот, и в этом, ну, во-первых, был такой очень прекрасный практический момент, потому что братья знало, кого избирает, видело человека перед собой этого, видело его способности. Сам человек знал, действительно, и монастырский устав, он был просто носителем этой традиции, вот, готов был эту традицию дальше продвигать. Он знал братью, не понаслышке, кто чем живет, вот, и второй важный момент, что братья, выдвигая его, сама готова была ему подчиняться. Уже нельзя было сказать, что вот вам, игумен, слушайтесь его, вы сами его выбрали, вот вы его теперь слушаете. – Кстати, это очень важный такой момент. – Да, сейчас, к сожалению, на мой взгляд, к сожалению, это не так, а жаль, потому что зачастую, я знаю, достаточно много случаев, когда, в общем-то, между настоятелями монастырей и братьями контакта не существует. Вот, тем более, такого контакта духовного, открытого, искреннего не существует. Сейчас уже, к сожалению, все это все больше и больше превращается в какое-то административное такое управление. Между братьями там бывает общение, между самими монахами, но вот с настоятелем не всегда просто. – Отец Никон, существует очень серьезный вопрос, с которым, кстати, сталкиваются практически все, кто думает об этом, говорит или желает избрать путь монашеской жизни. – Это вопрос о том, а насколько ли все-таки вот человек призван действительно Богом к этому служению, либо это просто какой-то порыв, чисто какие-то внешние или, может быть, даже новомодные веяния, течения. Вообще, как вот человеку, выбравшему этот путь, не сломаться потом, не пожалеть об этом? – Ну, знаете, самый первый, наверное, момент, по которому можно понять, порыв ли это или не порыв, вообще призван ты к этому или не призван, это отношение к семейной жизни. Простейший, собственно говоря, вопрос, от которого никто никуда не денется. Вот если у молодого человека есть симпатия к семейной жизни, я не говорю, там, так сказать, призвание или тяга к ней какая-то, а просто симпатия к ней, да, даже. Вот. То это говорит, что все-таки, наверное, ему лучше жить семейной жизнью. Если семейная жизнь все-таки, его, сама мысль об этой семейной жизни, ну, как-то его стесняет, что ли, он чувствует, что ему будет как-то тесно в этой семейной жизни. Тяжело, может быть, ну, не знаю, каким словом это лучше назвать, я бы назвал это именно словом «тесно». То есть она как-то его стеснит. – На хорошее слово. – Да. Вот. То тогда это уже действительно, наверное, некий момент такого призвания вот именно к жизни уединенной. Вот. Но, опять же, уединенная жизнь тоже по-разному бывает, складывается. Поэтому человек может просто одинок быть, вот, а может действительно иметь призвание к монашеству. И вот это призвание к монашеству, конечно, нужно проверять и поверять. Вот. И в основном эта проверка осуществляется с духовником, потому что взгляд со стороны – это взгляд зачастую более трезвый, вот, бесстрастный. И особенно если духовник опытный, он может сказать, что да, ты можешь это попробовать. Ну, вы знаете, как интересно получается. У меня тоже был этот момент, и я ездил к отцам, которые и до сих пор считаются у нас очень людьми духовными. И они не говорят, я бы так сказал, что «иди и все». Вот. Здесь нет такого приказа, что ли. Вот. Они помогают тебе, они дают тебе силы попробовать. Вот. И в то же время, благословляя на монашество, говорят «оправдай». Вот. Действительно, монах, он должен каждый день оправдывать свое монашество. Вот. Каждый день доказывать себе и людям, всему миру, что ты монах. Вот. Среди искушений, среди каких-то испытаний ты всегда должен, в общем-то, оставаться самим собой. А вот попробовать это как? Это вот пожить в монастыре как послушник? Конечно. Причем, может быть, какое-то время. Насколько это длительное, может быть, время? Ну, у всех по-разному. В общем-то, считается, что лет 5-6 нормальный срок. Такой нормальный срок. Нормальный срок, да, чтобы человек действительно мог определиться. Вот. Но, в общем-то, в моем случае это было меньше гораздо. Вот. Это, кстати говоря, не противоречит никаким церковным правилам. Есть такая возможность постригать людей, готовых к монашеству и раньше. Вот. Поэтому это все зависит, действительно, от степени готовности, вот, от степени воцерковленности человека, вот. От, ну, как бы, его церковной жизни до монастыря. Потому что бывает, что человек приходит в монастырь просто, вот, первый раз переступая порог церкви, да. Бывает, что он, так сказать, до этого, ну, вот, как в моем случае произошло, достаточно большой церковный опыт имел. И монастырь просто явился каким-то, вот, такой проверочной школой, что ли. Ну, вот. Поэтому этот срок может разниться. Но, конечно, он должен быть. Вот. Конечно, монастырскую жизнь на себе надо испытать, потому что некоторые люди просто бывают к ней неспособны, там, по ряду причин, ну, в том числе и физическое здоровье. Почему при принятии монашества принято менять имя? А в свое время монашество считалось вторым крещением. Вот. И действительно, это совершенно непередаваемое ощущение. Когда ты принимаешь постриг, ты чувствуешь себя наурожденным человеком. Вот. В крещении, ну, это было давно, и мало кто помнит. Вот. А в монашестве ты чувствуешь это, потому что уже осознанно взрослым человеком это принимаешь. Вот. Чувствуешь себя совершенно новой личностью. Вот. Поэтому меняют имя, потому что рождается новый человек. Рождается новый человек, который посвящает себя Богу. Ну, а нет здесь вот, как бы, такой символики отрешения, от прошлой жизни, от прошлых связей, обрывов от этих нитей? Конечно, есть. Потому что ведь монах дает обеты. Он дает обеты прилюдно, перед братьей. Вот. Иногда присутствуют еще и молящиеся. Вот. Прихожане, там, монастыря или храма, где этот постриг совершается. Поэтому, конечно, есть отречение от этой жизни, вот, из которой он пришел. И рождение действительно новой личности. Но причем, понимаете, интересная вещь, что эта личность, которая рождается в постриге, она имеет все необходимое уже для спасения. Нужно просто это сохранить. Вот. Это самый сложный момент. Отец Никон, вернемся к теме современности. Вот, насколько я знаю, существует очень серьезная проблема. Это то, что монахи, особенно в монастырях, находящихся в мегаполисах, они вовлекаются в водовороты мирской жизни, даже помимо своего желания, под разными, так сказать, ну, необходимыми, может быть, подчас мотивами того же социального служения, различных форм той же работы, настройки и так далее. Вот, на ваш взгляд, где вот та граница, где тот баланс, который необходимо соблюсти, чтобы одно не уничтожило другого, чтобы вторичное, второстепенное не уничтожило главного? Ну, знаете, баланс – дело сложное, потому что этот баланс должен чувствовать в своей душе игумен монастыря. Если он не имеет духовного опыта, то он этот баланс никогда и не поймает. Ну, вот. Это как настройки. Кладешь этот уровень, вот. Если он у тебя правильно настроен, то ты действительно горизонт поймаешь. Если он у тебя сбит, то это бесполезное занятие. Вот. Поэтому, конечно, все это, прежде всего, зависит от игумена, от настоятеля монастыря. Вот. Если у него нет таких способностей, то, ну, увы и ах. Действительно, монастыри вовлечены в социальную работу, иногда чрезмерно. Вот. И, глядя на это, действительно опасаешься за то, что мы можем превратиться в какие-то снова трудовые артели. Один монастырь будет вязать носки, другой – резать ложки и так далее. Вот. И этим помогать миру. Хотя все должны знать и понимать, и мир должен понимать, что монастыри существуют не для того, чтобы что-то производить. Вот. И ни на какой шее, так сказать, у мирян они не висят. Они сами зарабатывают на свою жизнь. А существуют они для того, чтобы молиться за мир. И вот так вот отстраненно, через молитву, помогать миру просто существовать дальше. Просто жить без войны, без голода, без моров, чтобы дети рождались и смогли они вырасти и быть образованными и здоровыми. Вот. Чтобы мир просто продолжал существовать, и люди спасались во Христе. Вот. Для этого существуют монастыри. Это первое и самое главное их служение, а не какой-то физической помощи этому миру. Вот. Сейчас, конечно, миряне очень плохо понимают, что такое монашество, и для чего нужны монастыри. Вот. И требуют, в общем-то, какой-то практической помощи. То есть рубят сук, на котором сидят? Да, в общем-то, да. Пилят его методично, но верно. Отец Никон, а вот если мы говорим о молитве монаха за весь мир и о молитве о себе, покаянной молитве, что важнее? Помните, как сказано в Писании, что Богу-то приятна молитва, поспешествуемая добрыми делами, то есть подкрепляемая. Вот. Если, собственно, ты будешь сам сосудом благодати и чистоты, то твоя молитва за мир будет угодна Богу. Если ты будешь, в общем-то, внутренне разлажен и расстроен, то какая молитва? То есть, я так понимаю, молитва о своем состоянии, о себе, о своих грехах – это самое важное, так сказать, вот… Ну, в любом случае нужно сначала бревно из своего глаза вытаскивать. Ну, да. Потом уже увидишь, как сучок вытаскивается из другого. Отец Никон, огромное вам спасибо, что вы пришли к нам на программу. Спасибо, Андрей. Потому что очень много действительно интересных вещей и услышишь, и, так сказать, поймешь в таком диалоге, простом, открытом диалоге. Еще раз напоминаю, что у нас в гостях был руководитель издательского совета Донского монастыря, игумен Никон Головко. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok